В мэрии обсуждают план благоустройства въездных групп и гостевых маршрутов железнодорожного района. Детально разбирают каждый дом, забор и столб. Идеально должно быть все. С жителями частных домов районные власти уже договорились. Старые разномастные заборы снесут. На их месте возведут новые, однотипные. Фасады домов либо закрасят, либо отремонтируют за счет фонда капремонта. Все должно выглядеть красиво и благородно. Газоны ровные и зеленые, деревья аккуратно обрезанные, а световые столбы почищены от объявлений и покрашены. С незаконной рекламой уже вовсю ведется борьба. Из 147 конструкций демонтировали 126. Работа продолжается. Самовольно установленные ларьки тоже вывозят. Стоящие на законных основаниях, но неприглядные внешне киоски пытаются облагородить или найти альтернативные варианты. По аврории договоренность такая. Эти киоски, они по факту являются законом, но они очень портят нам внешний вид. И Аврора у нас согласна предоставить им торговые площади в самом торговом центре, а вот это будет закрыто стеклом, как у них сделано по всему периоду Аврора. Это планируется сделать до июля этого года, 2017 года. То есть эти киоски исчезнут? Да, этого не будет. Следующий на повестке дня район Самарский. Глава района представляет подробный план улиц, по которым проходит гостевой маршрут. Внимание не только фасадам домов, но и состоянию дорог. Некоторые из них уже отремонтированы, некоторые в планах на этот год. Этот маршрут полностью закрывается у нас капитальным ремонтом. Венцико было сделано не так давно, оно в идеальном состоянии. Получается водников, Венцико, Максима Горького, дорога будет идеальная. Тротуары, ограждения все будут сделаны. Соответственно и газоны будут тоже восстановлены от фасада до фасада. Все планы работ по двум районам должны быть готовы уже на следующей неделе. С конкретными цифрами и сроками. Времени мало, говорит мэр Олег Фурсов. Но частично работа в районах уже началась. Проходить она будет под жестким контролем городских властей. Это нормально, что контрольные мероприятия будут проходить. Они позволят нам какие-то нюансы, недочеты, которые мы не увидели с первого, с пятого, с десятого раза, выявить и устранить. Но да, качество, качество, сроки – это обязательно нужно. Если районные власти не будут ждать, а проявлять инициативу, отмечает Олег Фурсов, город преобразится и будет радовать своим видом не только гостей, но и своих жителей. Марина Матвеевшина, Станислав Левин, Василий Колдашов. События.